Аудиокниги Иван Сергеевич Тургенев Стихотворение в прозе Деревня Последний день июня месяца На тысячу верст кругом Россия, родной край. Ровной синевой залито все небо, Одно лишь облачко на нем Не то плывет, не то тает, Безветрие, теплынь, Воздух, молоко парное, Жаворонки звенят, Воркуют забастые голуби, Молча реют ласточки, Лошади фыркают и жуют, Собаки не лают И стоят смирно, повиливая хвостами. И дымком-то пахнет, И травой, и дегтем маленько, И маленько кожей. Конопляники уже вошли в силу И пускают свой тяжелый, Но приятный дух. Глубокий, но пологий овраг. По бокам в несколько рядов Головастые, к низу Ищепленные ракиты. По оврагу бежит ручей, Над ней его мелкие камешки, Словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали на конце края земли и неба Синеватая черта большой реки. Вдоль оврага по одной стороне Опрятные амбарчики, Клетушки с плотно закрытыми дверями, По другой стороне Пять-шесть сосновых исп С тесовыми крышами. Над каждой крышей Высокий шест скворечницы, Над каждым крылечком Вырезной железный Крутогривый конек. Неровные стекла окон Отливают цветами радуги. Кувшины с букетами Намалеваны на ставнях. Перед каждой избой чинно Стоит исправная лавочка. На заваленках кошки Свернулись клубочком, Насторожив прозрачные ушки. За высокими порогами Прохладно темнеют сени. Я лежу у самого края оврага На разостланной попоне. Кругом целая вороха Только что скошенного Да истомы душистого сена. Догадливые хозяева Разбросали сено перед избами. Пусть еще немного Посохнет на припеке, А там и в сарай. Тот-то будет спать На нем славно. Курчавые детские головки Торчат из каждого вороха. Хохлатые курицы Ищут в сене мошек да букашек, Белогубый щенок Барахтается в спутанных былинках. Русокудрые парни В чистых, низкоподпоясанных рубахах, В тяжелых сапогах с оторочкой Перекидываются бойкими словами, Опершись грудью На отпряженную телегу Зубоскалят. Из окна выглядывает Круглолицая молотка. Смеется, не то их словам, Не то возне ребят В наваленном сене. Другая молотка Сильными руками Тащит большое мокрое ведро Из колодца. Ведро дрожит и качается На веревке, роняя Длинные огнистые капли. Передо мной Стоит старуха-хозяйка В новой клетчатой паневе, В новых котах. Крупные дутые бусы В три ряда Обвелись вокруг Смуглой худой шеи. Седая голова Повязана желтым платком С красными крапинками. Низко навис он Над потускневшими глазами. Но приветливо Улыбаются старческие глаза. Улыбается все морщинистое лицо. Чай седьмой десяток Доживает старушка. А и теперь еще, видать, Красавица была в свое время. Растопырив загорелые пальцы Правой руки, Держит она горшок С холодным неснятым молоком Прямо из погреба. Стенки горшка покрыты Росинками, точно бисером. На ладони левой руки Старушка подносит мне Большой ломоть еще теплого хлеба. Кушай, мол, на здоровье, Заезжий гость. Петух вдруг закричал И хлопотливо захлопал крыльями. Ему в ответ не спеша Промычал запертый теленок. «Ай да овес!» Слышится голос моего кучера. «О, довольство, покой, Избыток русской вольной деревни! О, тишь и благодать!» И думается мне, Чему нам тут и крест На куполе Святой Софии В Царьграде? И все, чего так добиваемся мы, Городские люди. Февраль 1878 год Разговор Ни на юнгфрау, Ни на финстер-а-аргорне Еще не бывало человеческой ноги. Вершины Альп, Целая цепь крутых уступов, Самая сердцевина гор. Над горами бледно-зеленое, Светлое, немое небо. Сильный жесткий мороз, Твердый искристый снег. Из-под снегу торчат Суровые глыбы Обледенелых обветренных скал. Две громады, Два великана вздымаются По обеим сторонам небосклона, Юнгфрау И финстер-а-аргорн. И говорит юнгфрау соседу, Что скажешь нового, Тебе видней, Что там внизу. Проходит несколько тысяч лет, Одна минута. И грохочет в ответ Финстер-а-аргорн. Плошные облака Застилают землю. Погоди. Проходит еще тысячелетие, Одна минута. Ну, а теперь, Спрашивает юнгфрау, Теперь вижу, Там внизу все тоже. Пестро и мелко. Воды синеют, Чернеют леса, Сереют груды Скученных камней. Около них все еще Копошатся козявки. Знаешь ты, Двуножки, Что еще ни разу не могли Осквернить ни тебя, ни меня. Люди? Да, люди. Проходят тысячи лет, Одна минута. Ну, а теперь, Спрашивает юнгфрау, Как будто меньше, Видать, Козявок, Гремит Финстер-а-аргорн. Яснее стало внизу. Сузились воды, Поредели леса. Прошли еще тысячи лет, Одна минута. Что ты видишь, Говорит юнгфрау. Около нас, Вблизи, Словно прочистилось, Отвечает Финстер-а-аргорн. Ну, а там, Вдали по долинам, Есть еще пятна, И шевелится что-то. А теперь, Спрашивает юнгфрау, Спустя другие тысячи лет, Одну минуту. Теперь Хорошо, Отвечает Финстер-а-аргорн. Опрятно Стало везде, Бело совсем, Куда ни глянь, Везде Наш снег, Ровный снег и лед, Застыло все хорошо, Теперь Спокойно. Хорошо, Промолвила юнгфрау, Однако довольны, Мы с тобой поболтали, Старик. Пора вздремнуть. Пора. Спят громадные горы, Спит зеленое светлое небо Над навсегда замолкшей землей. Февраль 1878 года. Старуха! Я шел По широкому полю Один. И вдруг Мне почудились легкие Осторожные шаги За моей спиною. Кто-то шел По моему следу. Я оглянулся И увидал Маленькую Сгорбленную старушку Всю закутанную В серые лохмотья. Лицо старушки Одно виднелось Из-под них. Желтое, Морщинистое, Востроносое, Беззубое лицо. Я подошел к ней. Она остановилась. Кто ты? Чего тебе нужно? Ты нищая? Ждешь милостыни? Старушка не отвечала. Я наклонился к ней И заметил, Что оба глаза у ней Были застланы Полупрозрачной Беловатой перепонкой Или плевой Какая бывает У иных птиц Они защищают Ею свои глаза От слишком яркого света Но у старушки Та плева не двигалась И не открывала Зениц Из чего я заключил Что она Слепая Хочешь милостыни? Повторил я Свой вопрос Зачем ты Идешь За мною? Но старушка По-прежнему Не отвечала А только Съежилась Чуть-чуть Я Отвернулся Своё место Да-да Это так Но странное Беспокойство Понемногу Овладело Моими мыслями Мне Начало Казаться Что старушка Не идет Только За мною Но что Она Направляет Меня Что она Меня Толкает То направо То налево И что Я невольно Повинуюсь Ей Однако Я продолжаю Идти Но вот Впереди На самой Моей дороге Что-то Чернеет И ширится Какая-то Яма Могила Сверкнула У меня В голове Вот Куда Она Толкает Меня Я Круто Поворачиваю Назад Старуха Опять Передо Мною Но Она Видит Она Смотрит На меня Большими Злыми Зловещими Глазами Глазами Хищной Птицы Я Надвигаюсь К ее Лицу К ее Глазам Опять Та же Тусклая Плева Тот же Слепой И тупой Облик Ах Думаю Я Это Старуха Моя Сзади И то же Грозное Пятно Впереди И Куда Я Не Мечусь Как Заяц На Угонках Все Тоже Тоже Старуха Старуха Думаю Я Обману Же Я Не Пойду Я Никуда И Я Мгновенно Сажусь На Землю Старуха Стоит Позади В двух Шагах От Меня Я Ее Не Слышу Но Я Чувствую Что Она Тут И Вдруг Я Вижу То Пятно Что Чернело Вдали Плывет Ползет Само Ко Мне Боже Я Оглядываюсь Назад Старуха Смотрит Прямо На Меня И Беззубый Рот Скривлен Усмешкой Не Уйдешь Февраль 1878 Года